Здание гостиницы Северная В последние годы уход за несущими конструкциями кровли, за инженерными коммуникациями, если и был, то минимальный, а про капитальный ремонт и говорить не приходится. Чтобы не допустить ухудшения состояния и сохранить Северную, необходимы срочные меры, и собственник уже начинает их предпринимать. Актуальный Блиц совершил экскурсию по закоулкам гостиницы. Вместе с инженером по эксплуатации здания Сергеем Григорьевым первым делом отправляемся на крышу. Вывод, который можно сделать сразу, дождя здесь должны бояться больше, чем налета вражеской авиации. В чердачных помещениях чувствуется влажность. Кругом стоят орудия борьбы с водой, тазики и ведра. Сквозь прорехи в кровле виден солнечный свет. Кто-то скажет, что такой картиной никого не удивить. В Петрозаводске немало жилых домов, где ситуация еще более печальна. Но речь все-таки идет о визитной карточке столицы Карелии. Ну вот утеплитель, он совершенно, как говорится, не работает, потому что слежавшийся шлак, он уже не отвечает требованию теплопроводности. В результате, как говорится, меняется микроклимат чердака. В каком плане? То есть зимой идут перепады. Поскольку это холодный чердак, мы не видим утеплителя на кровле. Проникновение тепла жилого номерного фонда создания, соответственно, здесь образуется точка рассыдочек, образуется повышенная влажность. Сергей Александрович, вот мы сейчас наглядно с вами видим, даже я, как мне специалисты, то различаю, что это плесень на несущих конструкциях крыши. Идет разрушение несущей конструкции крыши. Поскольку мы видим, она из дерева, она обладает определенной несущей способностью. Данная кровля не сможет, как говорится, в должной мере заложенную проектом внести снеговую, ветровую нагрузку. В общем-то, это опасная часть, как говорится, устойчивости крыши. Что, думаю, с этим поводу госпожнодзор пожарный? Есть претензии? У госпожнодзора есть претензии и к несущим конструкциям, и к общему состоянию, в плане того, что оно не отвечает требованиям, норм, правил пожарной безопасности. И не может, как говорится, полностью обеспечивать здание, согласно нормам, пожарной ситуации и прочее. Понятно одно, что оставлять в таком состоянии нельзя, потому что в данном случае ситуация будет усугубляться, и, выражаясь, как говорится, русским языком, это называется сиденье пороховой бочки. Не дай бог в какой-то один момент случится, и впоследствии могут быть очень непредсказуемы и очень тяжелые. Текущая кровля тянет за собой ворох проблем. Вот что стало с кирпичной кладкой, обновленной совсем недавно, к 90-летию республики. И это не только эстетическая составляющая внешнего облика здания. Представьте, что вы постояли с верхних этажей, а вам на голову капает вода. Комфорт, безопасность и имидж гостиницы под большим вопросом. Объект получил нового собственника, который заинтересован в том, чтобы такой знаковый объект, не только для столицы Карелии, но и вообще для всей республики, получил свой новый, достойный вид центрального места этого города. С чем связаны наши опасения, что со временем строительства данной гостиницы не проводился капитальный ремонт, разрушаются фасады, инженерные коммуникации с 1947 года так и находятся все в том же состоянии. Соответственно, арендатор, интурист, не располагает ни желанием, ни ресурсами для того, чтобы провести данный ремонт. Можно сгустить краски еще больше, и преувеличения здесь не будет. К нынешнему состоянию гостиницы «Северная» много претензий у противопожарных служб. Основные претензии пожарных связаны с недостаточным количеством эвакуационных путей. Гостиницы имеют достаточно вытянутые коридоры. Основной центральный вход и центральная лестница не является путем эвакуации, поскольку она не защищена от огня. Имеющиеся эвакуационные выходы, их достаточно немного, и более того, они не соответствуют по ширине современным требованиям к путям эвакуации, потому что общий номерной фон гостиницы порядка 160 номеров. Гостиница бывает загружена полностью, и, соответственно, конечно, это недостаточно. Это основное требование, предъявляемое пожарной инспекцией. С четвертого этажа вообще отсутствуют эвакуационные выходы. То есть четвертый этаж представляет для себя огненную ловушку для проживающих здесь. В отделке ресторана использованы материалы горючие. То есть это вот, как показывает последний печальный опыт пожаров, это сгорает моментально, и невозможно даже что-то предотвратить. Не зря представитель собственника Андрей Барышев упомянул трагедии, которые потрясли всю страну. В той же самой пермской серой лошади погибло 150 человек из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности. А в Северной эти нарушения просто вопиющие. Меры нужно предпринимать уже сейчас, и первые шаги делаются. Отчасти этим и объясняется забор, который возник вдоль здания на проспекте Ленина. Те работы, которые сейчас ведутся, они ведутся для того, чтобы гостиница получила современную инфраструктуру. Это в гостинице отсутствует прачечная. Это необходимый элемент для любого современного отеля, трехзвездочного, как будет позиционироваться этот отель. Просто тот же самый выход и тот же самый инфраструктура гостиницы. Из неэксплуатируемого цокольного этажа получаются современные технические помещения, необходимые для нормального современного отеля. Если все пойдет, как задумано, новым собственникам проблемы с противопожарной безопасностью можно будет устранить в течение полугода. Кровлю заменить за летний сезон. Непонятно пока, какую позицию в этом вопросе займет арендатор помещений. В любом случае, гостиница «Северная» должна быть комфортной и безопасной для постояльцев. И также впредь оставаться брендовым зданием Петрозаводской Карелии. Редактор субтитров А.Семкин